В Институте управления экономики и финансов прошел круглый стол, ключевой темой которого стали практики взаимодействия студенческих объединений иностранных студентов и национально-культурных автономий. Молодые и амбициозные студенты из России и других стран земного шара продемонстрировали экспертам свои проекты, которые уже готовы воплотить в жизнь. Помимо идейной части поднимались и актуальные вопросы, волнующие не только гостей Российской Федерации, но и ее жителей. Что касается недавнего прошлого, то президент Ассоциации иностранных студентов из США БУ отметил, что все задачи на 2022-2023 год были выполнены. Нашим общим собранием, которое было вчера в Казанской Федеральной Университете, именно те решения, те проблемы, которые были приняты иностранным студентам, мы этим будем работать. По нашим документам главный человек в Ассоциации является как раз иностранным студентам. То, что они хотят, то, что они утвердят, то мы будем работать целый год. Поэтому этот мероприятие именно был создан для того, чтобы услышать мнение иностранных студентов, получить одобрение о нашей работе и одобрение на плане следующего года. Второй день мероприятия богат на обширную программу не меньше, чем первый. Спикеры представили свои доклады и подробно рассказали о реализации своих идей. Антон Демидов, старший координатор направления по взаимодействию с регионами России страна возможностей, презентовал платформу с одноименным названием и рассказал, как должна выглядеть модель идеального международного студенческого сообщества. Президентская платформа «Россия страна возможностей» была создана еще пять лет назад, в мае 2018 года, и включает в себя 26 проектов и конкурсов, направленных на совершенно разные слои населения. Вы можете принять участие в качестве школьника «Большой перемене», огромный конкурс. Также вы можете принять участие в качестве студента в проекте «Твой ход». У нас есть проект для настоящих управленцев, лидеров России. Поэтому платформа «Россия страна возможностей» это формат социального лифта, где мы начинаем со школьной скамьи, помогаем вам развивать ваши профессиональные и надпрофессиональные качества, повышая их до уровня крупных управленцев. Выпускник Казанского федерального университета, а ныне руководитель автономной некоммерческой организации «Татарстан. Территория возможностей» Камалидин Бабахонов провел мастер-класс, посвященный возможностям для иностранных студентов в России в настоящем и на перспективу. Казань все равно показывает уровень, как надо СС проводить. И в этом плане и Казанский федеральный университет, и Ассоциация иностранных студентов, и спасибо большое в целом РУДН, которая тоже поддерживает это движение, администрация университета, которая вовлечена активно в это, помимо иностранных студентов. Очень много гостей приехало. 11-й Всероссийский съезд иностранных студентов России – масштабное событие, которое объединило студентов со всего мира и позволило обзавестись не только новыми знакомыми и друзьями, но и продемонстрировать свои идеи и обменяться опытом с коллегами. Карина Саяхова, Николай Осуховский, Александр Кузнецов, Универньюс.